30 уникальных книг пополнили фонды областной библиотеки для слепых. Ход шли яркие куски материи, шишки, палочки, даже целлофановые пакеты. Рукотворные книги должны быть осязаемыми, ведь слепые и слабовидящие дети познают мир на ощупь. Для многих участников это был первый в жизни опыт подобного творчества. Чтобы понять, как их книгу будет читать слепой ребенок, конкурсанты закрывали глаза и пытались на ощупь оценить свой труд. Нам была рассказана о том, что есть такая возможность сделать книжку для плохо видящих, для слепых детишек. Посмотрели примеры и уже сами этим занялись. Мы собирались вот вчетвером после учебы и мастерили. Членам жюри было трудно определить победителей. Все книги отличаются оригинальностью и интересным сюжетным решением. Обладателями диплома первой степени за книгу «Мама» были признаны Гороховецкий библиотекарь Марина Бокова и Ольга Алексеева. В числе лучших также работа студента Гуманитарного института ВЛГУ Екатерины Борисовой и Ксении Троепольской. Специальный приз получила книга по мотивам сказки «Репка» — 14-летней школьницы из деревни Васильчикова Гороховецкого района. Председатель облпарламента Владимир Киселев признался. Рукотворные книги по-доброму удивили его и тронули. Самое главное, что это делается, конечно, с огромной любовью. Вот каждая книжечка, каждый материал, наверное, можно сказать, что это произведение искусства. И оно уникально. Сюда вкладывается вся душа того человека, который этим делом занимается. И эта любовь передается детям. Конечно, это очень ценно и очень важно. О том, как важно неравнодушное отношение к проблемам слепых, не понаслышке знает Сергей Воинов. Он не видит с рождения. Мечтает о том, что когда-нибудь слепые смогут без опаски выходить на улицу. Плохие тротуары. Отсутствует практически в городе тактильная плитка на пешеходных переходах или при приближении к пешеходным переходам. В общем, вот это всё надо внедрять. И мы сегодня работаем с администрацией области, с муниципальным образованием по внедрению современных тактильных приспособлений. Специально для слепых и слабовидящих во Владимире прошла ярмарка вакансий. Трудоустройство – большая проблема для инвалидов по зрению. Найти работу смогли 69 человек. Всего 10% от общего количества слепых в нашей области. Алексей Степанов работает в школе для слабовидящих детей. Учит игре на баяне и гитаре руководит вокально-инструментальным ансамблем. Всего добился сам, потому что с детства решил не сдаваться. Просто, как показывает практика, нам, чтобы чего-то добиться, надо быть на две главы выше, чем все остальные. Потому что всё время нужно доказывать, что ты действительно можешь и что тебя можно взять на работу. Попытаться найти своё место в жизни инвалиды по зрению смогут ещё и завтра. Кроме ярмарки вакансий, для них проходят мастер-классы и тренинги. Ирина Начарова, Евгений Токарев, 6 канал.